Приведите, пожалуйста, доказательства кунута в намазе. Итак, что такое кунут? Во-первых, необходимо разъяснить, что из себя представляет кунут. Что такое кунут? Кунут – это необязательная, желательная молитва, то есть желательная дуа во время намаза, во время молитвы. Это своего рода возможность, данная Всевышним, данная Аллахом, обратиться к Нему в одно из наилучших состояний, в один из наилучших моментов, а именно во время общения с Богом, коим является намаз, коим является молитва. Что касается доводов, то относительно кунута имеется очень много доводов, как из суннитских источников, так и из шиитских источников. Среди суннитских источников это самые надежные сборники хадисов, такие как Сахихи. Что касается шиитских источников, то в Аль-Кафи имеется целая глава, посвященная кунуту и желательности кунута. В этой главе приведено 15 хадисов, и из этих 15 хадисов слабыми являются только двое. Все остальные надежные, все остальные... Нет, прошу прощения, здесь вообще нет из 15 хадисов ни одного хадиса, который был бы слабым. Все хадисы являются надежными, большинство из них Сахихи. Около трех или четырех являются муасса. Все остальные, то есть надежными являются, все остальные Сахихи являются достоверными. Я прочту некоторые из этих хадисов. Например, в одном из хадисов Мухаммад ибн Муслим говорит с Альтаба Джафар, что я спросил у его святого имама Багира, алейхиссалат и ва салам, «Ани лгунут фи салават аль-хамс?» По поводу кунута в пяти молитвах, то есть в пяти обязательных молитвах. «Факала, у кунут фи хинн джамиян», что совершай гунут во всех этих пяти молитвах. Во всех пяти молитвах совершай гунут. Это предание достоверное. Или же второе предание из Кафи. Сафан передает, что я читал молитву за имамом Садига, алейхиссалат и ва салам, И все молитвы имам Садига, алейхиссалат и ва салам, совершал вместе с кунутом. То есть имам Садига, алейхиссалат и ва салам, совершал кунут во всех своих молитвах. Это что касается шейхских источников. И таких хадисов огромное множество, как я уже сказал ранее. А теперь что касается суннистских источников, и также в суннистских источниках это действие считается желательным. И передается, что посланник Аллаха салаллаху алейхиссалат во время своих молитв до того, как уйти на поясной поклон, совершал кунут. Например, в Сахи Муслиме имеется целая глава. Глава называется следующим образом. То есть глава, посвященная желательности кунута во всех молитвах. Во всех молитвах. И это предание под номером 678. В этой главе множество преданий. Я с несколькими из них вас ознакомлю. Например, предание под номером 678. И в русскоязычной версии этот хадис также имеется. В русскоязычной версии этот хадис под номером 678.0 и 678.1. Это предание передается от Бара, который сказал Что посланник Аллаха салаллаху алейхиссалат во время утренней молитвы и вечерней молитвы. Или же в другом предании. Из той же главы, из той же книги Сахи Муслима. И под номером 676. Говорится, что В этом предании говорится, что Абу Хурейра совершал кунут в дневной молитве, в ночной молитве и утренней молитве. И в этих гунутах он молился за верующих и проклинал неверных Абу Хурейра. Или же в другом, следующем предании. И также из Сахих Муслима. Уже под номером 677. Опять-таки этот хадис имеется и в русскоязычной версии. Можете обратиться. В русскоязычной версии под номером 677.0. Предание передается от Асима, от Анаси бин Малика. Который сказал То есть Асим спросил у Анаси бин Малика по поводу кунута до руку. То есть он спросил, кунут необходимо совершать до поясного поклона или после поясного поклона? И Анаси бин Малик говорит То есть до поясного поклона. И Асим говорит, что я, обращаясь к Анаси бин Малику, сказал, что некоторые люди полагают, что руку надо совершать, кунут надо совершать после поясного поклона. И тогда Анаси бин Малик ответил Анаси бин Малик говорит, что посланник Аллаха, целый месяц в своих молитвах совершал кунут. И в этих молитвах своих он молился против тех людей, которые убили некоторых из его сподвижников, которые были знатоками Корана. То есть проклинал убить своих сподвижников в гунуте целый месяц. Или же в другом предании, тоже под номером 677, говорится, что Анаси бин Малик тоже от Анаса, иннаннабия, Каната шахран, яль-ану рейлан. Что он целый месяц, и здесь перечисляется название имена некоторых племен, что посланник Аллаха, саллаллаху, алейхи и салям, целый месяц совершал кунут, проклиная вот эти вот племена. И помимо этого, этих преданий на самом деле немало, их достаточно много. И во многих сунитских, надежных сунитских сборниках хадисов эти предания дошли. Например, вот от того же Барра, от которого передавались некоторые предыдущие предания, приводят Табарани в своем Афсате, что Ананнабия кана ла юсалли салата мактуба та илла кана тафиха. Что посланник Аллаха, саллаллаху, алейхи и салям, Барра говорит, не совершал ни одной обязательной молитвы без кунута. То есть посланник Аллаха, саллаллаху, алейхи и салям, во всех своих обязательных молитвах совершал кунут. И маджма' уззаваиде, ва манбау альфаваиде, нур-дин хейсами, по поводу цепочки передатчиков этого хадиса, хадиса из Табарани, Аль-Авсата Табарани, говорит, что все передатчики являются надежными. И Табарани также приводят другое предание. Другие предания по поводу кунута, то есть имеются целые главы в этих сборниках, которые посвящены кунуту и в которых приводится множество преданий, то есть не одно предание. И также Аль-Баззар в своем муснаде приводит Анас и Блималика, что Ана-Расул Аллахи, саллаллаху, алейхи и салям, каната хаттамата, ва Абу-Бакир хаттамата, ва Умару хаттамата. Анас говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху, алейхи и салям, до самой своей смерти совершал кунут, и Абу-Бакир до своей смерти совершал кунут, и Умар до своей смерти совершал кунут. И также в своей книге Маджима Амазава и Нур-дин-Хейсами по поводу цепочки передачиков данного хадиса говорит, что все передачки являются надежными. Поэтому кунут это очень важная и великая возможность для верующего обратиться ко Всевышнему со своими просьбами, со своими мольбами во втором ракеате до земного поклона в молитве, во время действия, которое является наилучшим действием, наилучшим временем для общения с Богом, для того, чтобы обратиться к Богу со своими просьбами и со своими нуждами. Но, к величайшему сожалению, почему-то суннитские ученые подвергли это важное положение религии, это важную возможность, значимую возможность, милость Аллаха, которую он предоставил своим рабам, возможность, которую он предоставил своим рабам, чтобы они могли обратиться к нему и просить его. Почему-то вот это важное положение суннитские ученые подвергли сомнению, несмотря на то, что эти хадисы приведены в самых достоверных их сборниках. Почему-то нам есть необходимость говорить об этом, приводить эти хадисы и доказывать, что это является сунный посланник Аллаха.